Едва стали известны во вторник назначения на матче очередного тура Чемпионата России. Тут же пошли разговоры среди болельщиков. Естественно, обсуждается кандидатура Михаила Вилкова, который назначен на центральный матч тура и один из центральных матчей всего чемпионата – «Зенит ЦСКА». Прежде чем прокомментировать это, я хотел бы вернуться на некоторое время назад, 2001 год, когда было решено создать Российскую премьер-лигу. И Виталий Леонидович Мутко съездил в Англию, привез оттуда книжку. По-моему, это как раз и был регламент, определяющий всю работу и администрации премьер-лиги, и как чемпионат организовывается и так далее. Было заявлено, что Российская премьер-лига будет строиться во многом по образцу и подобию английской, которая уже тогда выделялась в положительную сторону по сравнению с другими чемпионатами и лигами. Наверное, это все-таки больше осталось на словах, потому что английская премьер-лига как в финансовом, так и в спортивном плане двигается поступательно вверх. У нас были разные периоды нашей Российской футбольной премьер-лиги, которая теперь называется Российской премьер-лигой чаще. Но в последнее время, скорее, это речь либо о застое может идти, либо о падении. Ну, английский премьер-лига развивается в том числе и в организационном плане. Я недавно писал в одном из примеров. Если у нас голы или автоголы определяются так, на глазок, то есть как решит судья, который записывает это в протокол матча, то есть он может просто по просьбе одного или другого игрока это сделать, либо по просьбе клуба-хозяина, либо по просьбе команды, которая забила гол или забила мяч в свои ворота и так далее и тому подобное. В Англии все строго. Они относятся к своему чемпионату с уважением, они относятся к себе в первую очередь с уважением. Давно создана комиссия, которая состоит из представителя Пидже и Муэл. Муэл – это некий аналог нашей коллегии футбольных арбитров, которая благополучно была закрыта при Мутко. Это отдельный юридический орган, который занимается судьями премьер-лиги. От этой компании один представитель входит в комиссию. И два человека – это футбольные эксперты. Но некие ветераны, их имена не разглашаются, кто работает в конкретном туре, чтобы не было давления со стороны на то, какое решение они вынесут. Они сидят, смотрят видеозапись спорных моментов, связанных со взятием ворот, и они решают, на кого записывать гол. Вы скажете мелочь, но для англичан это не мелочь. Повторю, они с уважением относятся ко всему, имеющему прямое или косвенное отношение к их чемпионату, к их турниру, к их любимому детищу футболу. То же самое вар. Англичане не были первыми, кто ввел это новшество в своем чемпионате. Они некоторое время наблюдали, изучали опыт других стран, смотрели, как это происходит у других, подготовились, учли все плюсы и минусы. Заранее создали комнату для работы вар. У нас ее нет. И я не знаю, будет ли она к этому, я чуть позже вернусь. То есть они придумали только у себя отказаться от on-field reviews, то есть от того, чтобы судья, который работает в поле, арбитр, подходил к монитору и тратил время на изучение видеоповторов. В принципе, это, скажем так, не соответствует протоколу работы видеоарбитров. Но для англичан Международный совет футбольных ассоциаций и ФАП сделал исключение. Лишь бы они соблюдали все остальное. То есть сейчас, сколько туров уже используют арбитры в Премьер-лиге, все решения такого плана, который требует вмешать в ту вар, принимаются за монитором, принимаются видеоарбитрами. Вы не увидите ни в одном из матчей, чтобы судья подходил к монитору. В первую очередь англичане решили так поступать, чтобы не тратить время, чтобы не терялся темп игры, чтобы Премьер-лига, славящаяся своими скоростями, но продолжала ими славиться, чтобы не терялись эти скорости. Второе, и в принципе, я не перестаю восхищаться англичанами в этом плане, они увидели, что есть сложности с определением оффсайдов. Сложности чисто технологические, технические. То есть у них и так, в принципе, достаточно современное компьютерное обеспечение, но все равно надо тратить время на выстраивание линий, на проекции нападающего, последнего защитника, как они располагаются по отношению друг к другу. Все равно это надо рисовать, это надо тратить время. Они обратились к тому же Хокай, который провайдер всех технологий, связанных с ВАР, основной провайдер. Мы его тоже используем. Сейчас для англичан разрабатывается отдельная новая, недешевая технология. Что она будет подразумевать? На полях будут расставлены дополнительные камеры, то есть будет больше камер, следящих за футболистами. Каждый футболист будет как бы в поле зрения этих камер, и соответствующее программное обеспечение, компьютер будет отслеживать каждого игрока, его положение относительно друг друга. И, скажем так, АВАР, это ассистент видеоарбитра, который отвечает за офсайдные ситуации, он сможет гораздо быстрее выстраивать офсайдную линию, определять положение того или другого игрока относительно этой офсайдной линии. Опять же, англичан больше беспокоят не финансовые затраты, благо у них есть что тратить, а вопрос скорости, темпа, потери или сохранения зрелищности. Сохранение тем самым зрителей, болельщиков, сохранение того продукта, который производит премьер-лига. А это, как бы вы ни хотели, не только футбол, не только игра, но и действительно продукт, это бизнес, это деньги. То есть англичан это волнует. Единственное, наверное, с чем пока у них недостатки, и это тоже обсуждается в последние месяцы, далеко не все понимают, как работает ВАР в том или ином моменте. То есть им не хватает пояснений, разъяснений. Не знаю, знаете вы или нет, не на всех английских стадионах есть большие табло, как у нас. То есть негде, допустим, даже показать, разместить надпись, что сейчас ВАР изучает тот или иной момент. Вот англичане сейчас думают над тем, как эту проблему решить, чтобы всем игрокам, тренерам и в первую очередь зрителям на стадионе, которые приходят и платят свои деньги немалые за билеты, им было понятно, что сейчас происходит в течение 1-2-3 минут, когда работает ВАР, что он смотрит и почему он это делает. Я уже упомянул, что англичане заранее сделали комнату видеоарбитров и упомянул, что у нас ее может не появиться. Это действительно так. Я не преувеличиваю. Нам обещали, что уже с марта, то есть со второй половины, со второй части чемпионата России 2019-20 будет работать видеоарбитры на всех восьми матчах туры. Но для этого либо нужны видеокомнаты на всех стадионах, либо нужно на все восемь стадионов каждый тур отправлять микроавтобусы с восьми видеоарбитрами и с восьми видеоассистентами, что в принципе дорого и невыгодно. Идея построить, создать комнату в Москве для работы видеоарбитров, пока это так идея остается, остались ноябрь, декабрь, январь, февраль, четыре месяца. Я абсолютно не уверен, что за это время успеют разработать проект, успеют под этот проект найти нужный, согласовать этот проект со всеми, кого это касается. Но это все-таки не маленькая должна быть комната, определить бюджет, закупить все необходимое оборудование, установить его, построить, оборудовать, наладить, протестировать и так далее, чтобы все это заработало к началу марта. Я абсолютно не уверен. И не исключено, что мы так и останемся с двумя парами видеоарбитров на каждый тур. То есть всего лишь два матча в каждом туре мы сможем закрывать видеоарбитрами. Но к чему это приводит, вы и так видите. То есть в одних матчах наиболее значимых, которые выбираются, судейские ошибки исправляются, в других менее значимых, якобы менее значимых, эти ошибки совершаются, их исправлять некому, видеоарбитров нет. Да, и помимо всего прочего, помимо того, что нужно создать такую комнату, нужно подготовить еще достаточное количество судей, которые были бы лицензированы, имели право работать с видеоарбитрами или в роли видеоарбитров. У англичан, повторю, это все делалось заранее, заблаговременно. Ну, мы, я не знаю, на чем примере мы учимся и учимся мы на ошибках, когда у нас появятся такие технологии, которые сейчас заказали англичане, я не знаю, у нас принято все время обсуждать денежные проблемы, спорить друг с другом, и зачастую это стопорит ход всего дела и мешает всему делу. Ну, а теперь вернемся к Вилкову. Я уже сказал о том, что как в роли видеоарбитров, так и с видеоарбитрами могут работать далеко не все. По-моему, у нас сейчас в России это всего лишь 6 человек из тех двух десятков, которые допущены к обслуживанию матча чемпионата России. Вот, поэтому выбор небольшой, и, соответственно, уже только поэтому выбор судей на матч, там, «Зенит-ЦСКА», «Зенит-Спартак», «Зенит-Локомотив», он уже ограничен априори, если там используются видеоассистенты, а они на матче такого уровня теперь используются. И, кстати, в «Зените», в Петербурге там тоже будут и видеоарбитры, и видеоассистенты. Б. У нас огромнейшая проблема, связанная с судьями из провинции, то есть нехватка качественных квалифицированных арбитров, которые могли бы работать на играх питерского «Зенита» с какой-то из московских команд. Раньше разрешалось московским судьям, входящим в лист «ФИФА», обслуживать эти игры, потом от этой практики отказались, ну а питерцы никогда не судили, по-моему, за исключением одного или двух случаев, когда Безбородов, кажется, судил «Зенит» с кем-то, с Тосну, по-моему. Вот, то есть питерцы «Зенит» не судят. Поэтому, соответственно, эти матчи могут обслуживать только арбитры, допустим, из Ростова на Дону, Нижнего Новгорода, Дмитрова и так далее и тому подобное. Но там же есть масса превходящих обстоятельств, то есть кто-то из них может оказаться и варом на этой игре, кто-то может оказаться отстраненным, больным, травмированным, ну и так далее и тому подобное. Поэтому привыкайте к тому, что Михаил Вилков будет судить матчи «Зенит» с СССР вечно, пока у него будет продолжаться карьера. Ну так складывается, что кроме него, ну и, пожалуй, наверное, Виталия Мешкова эти игры обслуживать некому. Странность в чем, скажем так, что Михаил Вилков недавно судил уже игру «Зенита», относительно недавно, с «Локомотивом» и допустил серьезную ошибку на первой минуте, не назначив пенальти в ворота «Локомотива», когда Крыховик ударил по ноге Аздоева. Михаил этот эпизод не увидел с той позиции, на которой он находился, точнее детали не увидел. А вар Алексей Сухой почему-то в действия судей не вмешался, мне сложно сказать. Возможно, роль сыграла положение протокола о работе видеоарбитров, которое гласит, что видеоассистент вмешивается только если произошла очевидная ошибка, явная очевидная ошибка судьи. Ну не знаю, это опять же этот вопрос такой, здесь речь идет уже о субъективизме, кто-то считает, что это очевидная ошибка, когда один игрок бьет другого по ноге, кто-то считает неочевидная. Ну, как бы то ни было, Сухой не вмешался, Вилков ошибся, его ошибка не была исправлена, но это был матч «Зенита», он судил матч «Зенита» и ошибся. Получается, в пользу соперника «Зенита», «Зенит» проиграл. Сейчас Вилков опять судит эту игру, ходят разговоры, что он «Зенитовский» судья, потому что при нем «Зенит» часто выигрывает, но, извините, вот я вам привел пример с «Локомотивом», во-вторых, статистика – это не показатель, Лапочкин при Лапочкине «Спартак» вообще практически не проигрывает, у него, по-моему, даже лучше статистика, чем у Вилкова и «Зенита». Вот, просто так получается, что эти судьи очень часто обслуживают матчи этих команд, Лапочкин как «Питерец» с «Московской», а Вилков как «Провинциал» «Зенита». Команды не слабые, ни «Спартак», ни «Зенит» выигрывают матчи, и много, и так в итоге наслоилось, накопилось, что и одного, и другого достаточно положительный баланс матчей одной и другой команд. Не надо строить никакие теории заговоров, а давайте лучше поступим, как поступают англичане, задумаемся над тем, как лучше обустроить нам свой чемпионат, свою премьер-лигу, как заботиться о том, чтобы у нас уровень игры рос, и о том, чтобы зрителю было приятно приходить на стадионы, что делают в Англии и не делают у нас.